С главными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. 10 ноября в России отмечают День полиции. Обычай чествовать сотрудников органов внутренних дел идет с 1715 года. Тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка, назвав ее полицией, что в переводе с греческого означает «государство-город». За три с лишним столетия поменялось многое, но традиции поздравлять всех, кто отвечает за правопорядок, в обществе осталось. В Управлении внутренних дел по Ненецкому округу праздник начался с торжественной части. Личному составу зачитали поздравления от министра внутренних дел России, генерала полиции Владимира Колокольцева и коллег из других регионов России. Затем руководитель регионального ведомства Олег Яковлев вручил сотрудникам личного состава заслуженные награды, очередные офицерские звания и погоны, почетные грамоты, медали за отличие в службе первой степени. «Прохожу службу в патрульно-постовой службе органов дел 106 полиции. Сегодня был награжден нагрудным знаком отличник полиции. Хочу поздравить своих коллег с этим знаменательным днём сотрудника полиции». Этот год для сотрудников полиции был знаменательным. В апреле в федеральном ведомстве провели реформы. В структуру управления вернулись такие подразделения, как миграционная служба и госнаркоконтроль. Параллельно была образована Российская национальная гвардия, куда отошли отдел вневедомственной охраны и подразделения по контролю оружия. В результате преобразований численность штата региональной полиции уменьшилась на 40 единиц и составляет сегодня 420 человек. «Мы всё равно, все структуры, будем работать во взаимодействии. Заниматься будем одними и тем же – это обеспечение безопасности на территории округа. Я думаю, не отразиться на работе изменения, отход от нас вне ведомственной охраны. Думаю, всё будет нормально. Работу мы выполним. В этот день я хочу пожелать всем своим сотрудникам, ветеранам в органах внутренних дел крепкого здоровья, удачи, чтобы было в семье у них у всех благополучно. Да, работа очень сложная, работа ненормированная. Терпение, терпение, ещё раз терпение». А ещё необходимо желание расти и развиваться. Сегодня к сотрудникам ведомства предъявляют высокие требования. Это касается образования и физической подготовки. Поскольку профессия, как и много лет назад, остаётся опасной, необходимо владеть оружием. Стоит отметить, обеспеченность вооружением сотрудников полиции сегодня составляет 87%. В арсенале правоохранителей – как пистолеты ПМ, так и современные образцы. Пистолет-пулемёт 2000. «Он предназначен для отдела вневедомственной охраны, для ведения боя на короткое расстояние. Характеристики также оборудован специальным фонарём подсветки и лазерным целеуказателем. Стоит и на вооружении, и у определённых подразделений другое оружие, которое здесь представлено. Как и автоматы калашников, так и снайперские винтовки». Использовать оружие по назначению должен уметь каждый сотрудник полиции. Для этого проводятся учения, где отрабатывают навыки стрельбы, как мужчины, так и женщины. Среди них и Юлия Гаврюшина. В органах внутренних дел работает уже добрых 12 лет. За это время успела стать мамой троих детей и выработать в себе черты характера, без которых в полиции сложно работать – дисциплинированность, ответственность, целеустремлённость. «Оказалась такая романтика какая-то своеобразная. Не думаешь о трудностях. Ну что тогда? Лет-то не так же много было. Всё интересно. Со временем становишься жёстче на такие ситуации. Воспринимаешь уже не так. Может быть, это, говорят, профессиональное выгорание. Ну, стараешься относиться к этому более абстрактно. Потому что если всё через себя невозможно пропускать, тогда в этой системе работать невозможно». Полиция с каждым годом становится ближе и понятнее населению. Как доказательство – победа Стаса Шестарёва во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2015». Капитан полиции работает участковым в посёлке Каратайка, жители которого активно поддерживали и позволили заработать высокий индекс доверия. Сегодня работа в полиции – это не только охрана правопорядка, но и общественная активность. Ежегодно стражи порядка участвуют в спортивных состязаниях, различных проектах. Среди последних – федеральный конкурс детских рисунков «Мои родители работают в полиции». По количеству участников и содержанию рисунков можно сделать вывод – образ полицейского в регионе остаётся положительным.